Мы, как市 podemos поддерживать всю боженесть, мне хотелось бы остановиться очень кратко на следующей программе. Я представляю Московский государственный инвизиэт. И мы уже с 2009 года вошли в программу «СВИБИ». В это задома сгодüh commerce согласноυной правительству полюсицейской генерации. Мы один из четырех грузов России, который в течение нескольких лет полностью у нас сезон по horizonуist. В нашем курсе существует одна особенность, которая, как нам кажется, помогает нам, которые специалистам для вас, для предприятий, для пороки гораздо лучше, чем это делают многие другие курсы. У нас есть особенность. Наш курс, первый, второй, третий курс, учатся по дневной форме обучения, а с четвертого курса, если говорить о курсах 2 или 3, там, четвертый курс, второй семестр, либо четвертый курс, первый семестр, все наши студенты, без исключения, выходят на вечернюю форму обучения. И они все выходят на работу, на предприятия по графику полного рабочего дня. То есть получается, что за первый, третий курс они получили физические знания. На четвертом курсе они работают на предприятиях, с утра они получают практику на работе, реальную практику, вот то, о чем говорили коллеги из предприятий, где не хватает тех, тех, либо иных навыков. И вечером же они приходят опять к нам в курс, они садятся за парту и начинают учиться дальше. То есть получается, часть знаний не получают на практике, часть знаний наши студенты получают на институте. Если происходят какие-то недоумения, какие-то вопросы, мы все это решаем в рабочем порядке. А дипломные работы, курсовые работы, все идет по тематике предприятия. В то же время мы считаем, что экономическое образование, особенно для инженеров, это один из ключевых моментов. В нашем курсе четыре факультета основных, два технических факультета, экономический и юридический факультет. В то же время у нас есть такая форма обучения, как второе высшее экономическое образование. Я не ошибусь, если более 90% всех наших студентов, инженеров, технорей, получают параллельное второе высшее образование по субботам и воскресеньям. Таким образом, мы выдаем предприятию студента, который имеет компетенции инженера, который прошел производство в течение полутора или двух лет, в зависимости от учебного плана, вопросов и прочего, на предприятие, на производстве. Который прошел опыт от рабочего наставки и вырос к концу пятого курса до уровня инженера, инженера-технолога, инженера-конструктора и производственника. И в то же время этот человек через полгода после окончания основного образования первого психома, он получает диплом о втором высшем экономическом образовании. Тем самым получается, что в этом специалисту, если говорить реально, цены нет, потому что они понимают и технологию, они понимают экономику. И в нашем дипломах во всех введена экономическая часть и экономика производства, то, что именно необходимо нашему производству в реалиях современного производства. Хотелось бы также остановиться на основании правительственного полу-грузоварного заказа. Здесь есть очень много нюансов и очень много сложностей, потому что там не все идет гладко, не все идет хорошо, но есть проблемы. Проблема со стипензиями дополнительными. Не все предприятия готовы платить дополнительные стипензии. Проблема с неоправними, проблема с базовыми факторами. Основная проблема, как нам кажется, это то, что непонятно. Вот это постановление, чем оно является? Заданием для набора, либо заданием на выпуск. Если его грамотно прочитать, то вы не поймете, что это такое. Просто решили, что это задание на выпуск. А на самом деле, вот этой фразы там не существует. В то же время, как можно планировать задание на прием 2015 года, если вы не знаете потребностей, в 2019, плюс 4 года, когда они должны закончить, где этого нет. Ни одно предприятие не может сказать, что он не будет нам через 2-3 года, а мы хотим на 5 лет, чтобы получить планы. Как вы не пытались, мы это сделать не можем. В то же время, есть проблема со службой барберы. Это тоже большая проблема, в которой не все ребята на это идут и не хотят у них свои видения. В то же время, вопрос налевого обучения, когда мы говорим об основном, это первый курс. Значит, это дети, это школьники, это 17-16-летние подростки, которые вынуждены заключать договора с работодателями. А за них это делают родители, потому что они не спешат летние. А через какое-то время ребенок скажет, что, простите, мама, а зачем вы это сделали, я не хочу это сделать. То есть, это тоже одна из больших проблем, которые приходят. В то же время, нет четких условий в положении контрактной целевой подготовки, нет стопроцентного закрепляемости данных в конкретном предприятии. Если хорошо посмотреть договор о целевой подготовке, если грамотно не выставить заделок, то этот договор можно оставить. И на предприятие, на работу можно не выйти. При этом, практически, вы ничего не теряете. Государству вы практически ничего не выдаете. Это если говорить о реальных возможностях. Что мы предлагаем, как наш суд, как альтернативный вариант? Мы говорим о том, что, может быть, просмотреть возможность корректировки плановых цифр текущего года в зависимости от реальной потребности данного производства. Вот задание – понимать количество специалистов, которые должны приступить к работе на предприятии УПРК, а не контрольная цифра целевого набора на первый курс. В то же время мы просим решить вопросы с базовыми кафедрами, решить возможности дополнительных стипензий и альтернативной службы. В то же время, так как мы работаем по интегрированной системе подготовки, то мы предлагаем о том, что мы можем с четвертого курса тоже набирать целевиков. По этому постановлению сейчас этой возможности нет. И тогда получается, что если рассматривать КЦП, то этот клиент, который приходит на первый курс, он может заключить договор. В то же время, через 2-3 года, поняв вообще, зачем он сюда пришел, поняв специфику обучения, поняв, что то инженерное образование, прочувствовав это, пройдя несколько видов различной практики, студенты приходят и говорят, что мы хотим работать в производстве, распределить нас туда, куда это нужно. И тем самым можно было бы заключить договор о целевой подготовке, что фактически и делается. Это как второй вариант, который можно было бы сделать. И тем самым мы бы вышли на определенную контрольную цифру, которая бы выходила. У нас много предприятий, с которыми сотрудничает наш университет. Мы заинтересованы в расширении наших возможностей. И с каждым предприятием у нас совершенно свои взаимоотношения. Многие предприятия наших студентов очень хорошо поощряют, платят им дополнительные стипендии. Стипендии различные от 500 рублей до 12 тысяч рублей, даже до 22 тысяч рублей для того, чтобы их заинтересовать. Предприятиям многие дают именные стипендии имени генеральных директоров, имени главных конструкторов, чтобы, соответственно, студенты были заинтересованы. Наши студенты запускают ракеты на Бекануре, являются нашими студентами. Соответственно, прошли Плесецкий, Бекануре и прочее. Тем самым мы гордимся своим образованием и мы предлагаем, чтобы именно интегрированная система обучения, именно интеграция науки и производства нам даст реальный шаг к трудоустройству. И мы тем самым получим грамотных, хороших, эффективных инженеров, производственных в то же время с экономическими знаниями, с экономической классой и с офтальными высшими экономическими образованиями. Спасибо вам. Спасибо.